Добрый вечер! 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 Очень большие Instagram, Tumblr, очень популярные сети для разных использований, Instagram для молодых людей, Tumblr для людей, которые хотят писать свои блоги. Что интересно, то что 4 из этих самых больших социальных сетей принадлежат одной компании. Уже 86% всех пользователей интернета в мире используют одной сети Facebook. Это может быть главный Facebook, это может быть Instagram, может быть Messenger, может быть WhatsApp. И это не конец, потому что Facebook создал летом в последнем году, они в начале новой, открыли новую сеть, которая называется LifeStage. Она открыта только для учеников High Schools. То как у вас будет 10, 15 или 18 лет, вы можете зарегистрироваться в этой социальной сети. Там люди уже ничего не читают и не пишут. Это только снимки, это только видео. Ты используешь эту сеть по-другому, чем традиционные сети, как можно сказать, как Facebook. И поэтому, как мы думаем, кто будет таким всемирным главным редактором, сегодня этим является Марк Цукерберг. Конечно, он говорит, что Facebook это не медиакомпания, потому что мы технологическая компания, он говорит. Мы создаем инструменты, мы не производим никакого контента. Но вопрос будет, что это СМИ-компания? Что это значит, что вы принадлежите этой индустрии как СМИ? Но один способ, как вы можете смотреть на этот проблем, если вы зарабатываете, если ваш бизнес-модель зависит на рекламе. Если вы накапливаете аудиторию, чтобы продавать рекламу, я бы сказал, что вы медиакомпания. Это самый популярный бизнес-модель для СМИ в мире. Сейчас на Фейсбуке, на главной платформе 2 миллиарда пользователей и они зарабатывают 30 миллиардов долларов из рекламы. Второй способ, как мы можем ответить на этот вопрос, если Фейсбук это медиакомпания. Мы подумаем, что люди думают о Фейсбуке. Но мы уже знаем, что в США половина всех пользователей Фейсбука, всех взрослых пользователей Фейсбука, они получают, узнают новости из Фейсбука. И это не самая большая цифра, потому что в некоторых странах, как Бразилия или Греция, больше, чем 70% взрослых получают свои новости из социальных сетей. Вторая, ну, есть тоже другой способ, как мы можем ответить на решение, если Фейсбук это медиакомпания. Но вопрос будет, ну, кто решает, что попадает в новость. Вы могли слышать о такой, о таком скандале в Норвегии, когда самая большая норвезская газета «Автенпостен», что она сделала? Она издала такую снимку на своей стране на Фейсбуке. Это снимка с Вьетнамской войны. Она представляет дети, которые убежали из деревни, которая была уничтожена во время войны. И Фейсбук оцензировал эту снимку, потому что они сказали, что она представляет голые дети. И это порно. Как премьер Норвегии тоже дал эту снимку на свой профиль на Фейсбуке, они тоже это оцензировали. Все газеты в мире об этом писали. После этого Фейсбук сказал, ну, конечно, мы понимаем, не все снимки, на которых будут дети без одежды, это порно. Это была новость, очень важная снимка. Мы будем узнавать, что некоторые новостные снимки могут быть очень контроверсионные для людей. Но то что они делают? Они будут узнавать, что попадает в новости. Это работа редакторов во всех СМИ в мире. Поэтому можно сказать, что Фейсбук делает решение, что попадает в новости. Конечно, они делают это по-другому, чем старые СМИ. Но это офис Фейсбука в Менлопарк в Калифорнии, в Кремловой долине. Я там был. Но это выглядит как город. Это не выглядит как только офис. Это выглядит как город, потому что ты можешь ездить по этому месту. Там много разных зданий, в которых работают инженеры и другие люди. Там есть рестораны, бассейны или другие места, где ты можешь... Такие развлекательные места, кино. Но, конечно, там работают люди, которые разрабатывают алгоритмы ленты новостной Фейсбука. И то они будут решать, что попадает в новости и что люди смотрят, как они приходят в Фейсбук или нет. Они... Это алгоритмы. Это компьютеровые программы, которые делают миллиарды решений ежедневно. Фейсбук говорит, что когда ты приходишь в Фейсбук или в приложение, два тысячи разных новостей ждут тебя. Но, конечно, никто не будет читать всего, не будет смотреть всего. Поэтому алгоритмы будут выбирать 200 историй, которые будут на вас ждать, как вы будете скролловать страну Фейсбука. Внешние данные Фейсбука говорят, что большинство людей, 90% людей будут кликать на первые 10 новостей. Это значит, что решение алгоритмов Фейсбука, что будет между этими первыми 10 новостями, и самое важное, потому что это решение, от того решения зависит, что люди будут читать. И поэтому, как мы смотрим на проблемы фейковых новостей перед выборами в США, нам надо думать, что это не правда, что только люди выбирали фейковые новости вместе с главными СМИ. Это тоже алгоритмы Фейсбука представляли им эти фейковые новости между первыми и десятыми новостями Фейсбука. Но вопрос будет, какая была самая популярная новость перед выборами? Как вы думаете? Ну нет, это не было тот, это снимка, это фейковая новость. Она пришла с Грузии. Может, та история. Это статья Washington Post, написана журналистка Анна Апплбаум, об Трампе и о том, что все люди говорят, что Хилари Клинтон делала что-то плохого, но никто не смотрят на Трампа в той самой случай. Но это была самая популярная новость главных СМИ, серьезных СМИ. Самая популярная новость фейковых СМИ, это была тот, что папа Франтишек поддерживает Трампа. И кто эту новость сделал, написал, но это был American Patriot. Вы знаете, American Patriot, американский патриот. И сайт, который эту новость издал, это dailypress.com. Вы можете этого не знать, я тоже не знаю, что это. Но это была самая популярная новость на Фейсбуке об выборах в США. Я исследовал алгоритмы Фейсбука, читал их патентовые отчеты, чтобы познакомить, как они создавали эти алгоритмы. Поэтому я могу вам рассказать, что важно в этих алгоритмах, то, что нет универсального рейтинга истории. Мы никогда не можем сказать, какая статья будет популярна на Фейсбуке, только как мы смотрим на эту статью. Потому что Фейсбук не смотрит, не делает такого рейтинга. Что Фейсбук делает? Фейсбук делает рейтинг для каждой истории, для каждого пользователя. То это значит, что всегда эта самая статья будет на другом месте для меня, чем для тебя. И как они это делают? Подборка зависит от особенностей пользователя. Если мы друзьями, если мы очень часто говорим о себе, если мы очень часто на этих самых снимках, если мы были в этой самой школе, если мы живем в этом самом месте и так далее. Это все наша связь между человеком, который издает новость, и человеком, подписчиком, который эту новость читает. Второе – это тип истории и взаимодействие с ней. Если ты любишь, например, истории со снимками, то ты будешь ее видеть чаще, чем раньше. Если ты любишь статьи о детях, то ты будешь чаще видеть эти статьи. Конечно, на Фейсбук тоже делает решение по своих деньгах. Но если они зарабатывают больше денег на видео, то будут вам представляли более много видео. И связи с создателем контента, о чем мы говорили. То это значит, что алгоритмы Фейсбука будут всегда искать связи между двумя людьми, чтобы решить, если представить ему, какую новость или нет. Ну и конечно такая конструкция этих алгоритмов. Какий есть цель такой конструкции этих алгоритмов? Но цель не будет, чтобы вы познакомили все важные новости. Цель не будет, чтобы вы познакомили только правду. Цель будет, чтобы вы реагировали на эти новости. Фейсбук зарабатывает деньги, потому что люди сидят очень много и теряют очень много времени на Фейсбуке. Поэтому его главный цель, чтобы вы там остались. И поэтому, если они представляют вам новости, и вы будете комментировать, будете шаровать, будете смотреть эти видео, то это лучше для бизнеса Фейсбука. И поэтому эти алгоритмы будут прогнозировать, если вы будете, если вы будете, как это сказать, если вы будете долго сидеть с этими новостями, и как вы будете реагировали, и все решения будут оптимизированы этими реакциями. В результате есть много исследований, которые подтверждают, которые говорят, что есть такая проблема зорбов-фильтров. Я не знаю, если это хороший перевод. Это фильтр-бабблс или эко-чамбрс. Идея в том, что люди между своими друзьями будут очень похожими. Мы очень часто говорим, что толпы такие разумные, потому что люди в команде лучше знают, что делать, чем как они сами. Но это исследования говорят, что это неправда. Люди в группе думают так само. Они очень часто однаковые. Но это будет такая самая социальная класса. Это могут быть люди, которые думают так само об политике, об детях, об религии, об разных вестиях. И это значит, что там есть такая проблема, которая называется предвзятость подтверждения. Это значит, что если я думаю, что Трамп плохой, и ты думаешь, что Трамп плохой, и все мои друзья думают, что Трамп плохой, то Трамп плохой. Или наоборот. Если я думаю, что Клинтон плохой, и ты говоришь мне, что Клинтон плохой, и моя подруга говорит, что она плохая, то я так думаю, что это правда. что что исследователи нашли что если приходит какая новость как которая не поддерживает мнение которое уже у вас есть вы не хотите это вычитать поэтому это большая проблема для всех журналистов что с фейковыми новостями очень сложно борьбовать с правдой потому что люди которые верят в фейк они не ищут новости которые будут напротив этой этому что они думают и они не хотят этого читать но и так мы увидим что такая проблема с бизнес моделью социальных сетей таких как фейсбук что она хочет она не хочет ничего она не хочет против вставать своим пользователям и они не хочет им представлять ничего что будет напротив их мнению да и поэтому проблема этих 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 фильтров из очень большая вторая проблема это унификация опыта пользователей как ты приходишь на фейсбук все выглядит одинаково все все работает одинаково посмотрите на эти два статья эта статья в уашингтон пост очень хорошая газета и на полбом очень знакомая журналистка и деда или пресса and the american patriot они одинаковые если вы не работаете если вне большим экспертом по сми у вас нет способа чтобы решить что это фейк что это правда раньше мы могли сказать но что уошингтон пост у них были деньги у них бы был хороший дизайн они бы представляли но было бы много способов чтобы вам рассказать что это что это большая сильная большая сильная 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 редакция но сейчас на в этих социальных сетях все выглядит так само все выглядит одинаково и поэтому у нас такие побочные эффекты избочения этих социальных сетей от изделий и плохого управления их работ как люди сейчас получают информацию это исследование университета в оксфорде reuters институт в оксфорде и что это это для 26 стран мира и что мы что мы увидим что люди мало же 45 лет лет получают большинство новостей уже по онлайн и люди мало же 25 лет получают большинство новости по соцсетах это уже менялось это уже менялось в 26 самых больших стран мира это не значит что люди уже не читают печатные прессы или уже не читают или не смотрят телевизор а но меня есть главный источник информации уже 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 изменилось изменился извините почему так большинство людей которые используют интернетом уже сидят в соцсетах 97 процентов это это исследование global web index для 34 главных стран мира то можно сказать если кто есть у него есть интернет он уже есть какой там соцсети большинство людей уже используют смартфоны для выхода в соцсети это тоже перемена в весь мире это значит что нам много у многих людей много 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 людей работает с лаптопом например в офисе но сейчас мы уже не не нам не надо ждать нашей работы в офисе чтобы что чтобы познакомить новости или нам не надо вернуть дома чтобы почитать новости вечером на компьютере потому что у нас есть наш компьютер он всегда с нами и можем всегда получать те новости но как люди используют этими устройствами но это интересно потому что 90 процентов времени люди он проводят в приложениях они на сайтах это значит что я не хочу идти в сафари у меня есть разные приложения я буду использовал 90 процентов моих времени в этих и в этих приложениях и что интересно 80 процентов времени я будут использовал только 5 приложений то это значит что если вы хотите чтобы ваша газета или ваши сми было одним из этих 5 приложений то значит что какая будет ваша конкуренция это будет мэйл это будет фотоаппарат это будет погода это будет google maps и фейсбук и это одна из причин почему соцсети стали такими важными источниками новости потому что люди не хотят использовать многими приложениями люди хотят одно приложение которое делает для них все дает им новости они могут общаться с друзьями они могут они могут они могут смотреть какие там смешанные фильмы развлекательные развлекательный контент и новости это все в одном это очень удобно как мы смотрим на время которые которые люди используют приложениями с приложениями с приложениями новостных сми в сша мы видим что люди делают это 4 минуты ежедневно как мы смотрим сколько времени они потеряют на фейсбук это 45 минут ежедневно в сша да конечно есть много социальных сетях и люди используют ними на разные по-разному но то что мы увидим главные сети которые люди используют для новости это будет фейсбук ютуб whatsapp и twitter конечно мы говорим об западе я не знаю как это будет работать в беларуси но то вы уже вы это знаете лучше чем чем я если это будет больше по-другому социальные сети уже работают как радио и новостное телевидение потому что потому что мобилька есть с вами весь времени много людей но если вы хотите получить новость что есть какая там не знаю но катастрофа что-то стало как самолет упал или там другая весть что-то случилось но то это будет социальные в которых вы получите эту новость раньше мы слушали рад на радио смотрели по они не знаю cнн сейчас это будут социальные такими главными источниками этих новости социальные тоже работают как утренная газета потому что раньше но мы бы шли на работу и покупали газету не знаю в каким там магазине или на метро и читали эту газету сейчас но я не знаю если у вас если у вас какие час дома как вы как вы встаете утром если у вас какие час потому что у меня нет у меня но что там нового происходить не там twitter facebook это как мы начинаем наш день но и поэтому социальные сети работают как утренные 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 газеты для сми проблема в том что большинство людей не видит источника не понимает этого источника не не знает если это они читали если это была статья washington post или the daily press они знают что это была статья на фейсбуке да я видел это на фейсбуке это я видел это на twitter люди не не конечно это сложно потому что нет разниц до в дизайне мы говорили об унификации как человек непрофессионал то он ничего не не увидит ну как люди получают информацию мы говорили об этом мы видим что новые поколения перехожу на онлайн медиа мы видим тоже что люди ценят онлайн медиа за оперативность удобство доступ с разных устройств это очень важно мы видим что люди ценят агрегаторов за разнообразие за экономию времени денег и поиска нам не надо ищут ищут ищать новости нам не надо думать это лучше прочитать в комсомолке или там в другой газете это все будет на фейсбуке будут на и соцсети люди ценят тоже за персонализованные ленты новости то это значит что это будут только ты и стать а которые интересны для меня и люди ценят за фидбэк я говорю с моими друзьями как это переводить это очень сложно но идея в том что фейсбук смотрят что вы читаете и будет вам представлять больше этого то это значит что фейсбук будет учиться ваших преференции что вы что 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 вы любите да но это называется такой фидбэк-клуб как изменились новостные продукты это я вам говорю это этот суд это самая толстая газета мира в истории это нью-йорк-таймс восемьдесятый седьмой год 1612 страниц 5 килограммов до 400 новостных статей 58 обзоров 40 письмов к редакторам 26 комментариев как вы говорите 783 макетные рекламы и 200 страниц тематических объявлений да то это такая книга это был самый большой успех можно сказать печатной прессе в истории но как пришел интернет первый этап распаковки начал начал по вертикали что это значит что мы получили что люди мне надо идти только в нью-йорк-тайм чтобы получить все эти части как это они могут пойти в новостные сайты могут пойти сайты в которых будет только мнение и аналитика в которых будут какие-то там сайты для каких-то групп людей которые например интересуются спортом или на рынке если они хотят продать или покупать могут пойти в сайты классификает если хотят познакомить что там нового волос сделала не только им не надо только искать рекламу они могут пойти на сайт волос и получить этой новость это была большая перемена для сми потому что как они продавали пакет то они могли это было лучше для них чтобы подвышать цену за рекламу и цену продажи как пакета не было но то это была первая проблема для сми что 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 этот пакет был распакованы второй этап распаковки это горит это горизонтальный потому что сейчас мы можем не только нам нам не надо мне как мы хотим получить новости мы можем пойти на новостные сайты мы можем пойти на другое место какие-то там агрегатора и получит все получит отдельные статьи от разных от разных от разных источников новостей можем получить отдельные рекламы от разных от разных источников реклам отдельные комментарии поэтому сегодня как мы смотрим как выглядит работа главных редакции мира она выглядит так это девять главных источников новостей в сша да это бас фит сенн фокс ньюс хаффингтон пост а это разные платформы на которых они издают новости ежедневно это apple news apple watch facebook flipboard google амп это акселер мобиль пейджер инстаграм это инстаграм это инстаграм это сайт этого издателя linkedin line line это как ватсап лист это тоже социальная сеть где только листы будут это странные мобильное мобильное приложение это на фейсбуке это сна пчат диска в снапчат stories тамблэр twitter вайн ватсап ютуб самые большие новостные компании используют 20 разных, 20 разных платформ сейчас, вы понимаете, как это выглядит в редакции, чтобы, чтобы, чтобы издавать, раньше они издавали только печатную газету или делали только свои новостные, новостные телевидения, после этого начали делать свои сайты, после этого начали делать свои мобильные приложения, сейчас издают 20 разных версий. Почему они это делают? Посмотрим на цифры. Ну, конечно, Apple News и Twitter много можно сделать автоматично, да, это могут компьютеры делать, но на Facebook надо это делать руками, да, YouTube, это значит, что надо сделать видео, да, это тысяча, тысяча статей, издаванных на главных сетях. Это, это, это цифры для девяти этих издателей за одной неделю. Почему они это делают? Есть такая компания, которая говорит, что большинство их читателей не приходят на их сайты и не приходят на их приложения. Это BuzzFeed, это медиакомпания, это медиакомпания, которая начинается от очень развлекательных, развлекательного контента. Сейчас у них есть большая редакция, новостная, у них есть много скопов. Они были первыми, которые, которые писали об этом секретном досее, об контактах президента США Трампа с Россией, да, но то это, у них есть, они говорят, что они издают свой контент на 45 разных каналов и платформ. У них есть 200 миллионов пользователей, 75% всех просмотров их контента происходит в соцсетах. Это самая большая смена. Почему они это сделали? Они смотрели на то, что происходит раньше и что они получили, что у них есть хороший контент, но традиционно они только издавали линьки на разных соцсетах, как в фейсбуке, да. Это значилось, что, но много людей получало линьки, но немного приходило на их сайт. И поэтому, потому что у них есть другой бизнес-модель. Они не зарабатывают на обычной рекламе, они зарабатывают на так званой натывной рекламе. Это значит, что это стация, которая есть рекламами, да. Поэтому они подумали, что они могут издавать свой контент в этих сайтах, чтобы подвышить номер людей, которые будут этот контент получать, да. Это было, они это сделали несколько лет назад, чтобы под такую измену стратегии все другие СМИ начали их копировать, потому что они думали, что это будет большая смена в номере пользователей для своих сайтов. Но, конечно, как мы смотрим на такие компании, как BuzzFeed, мы называем их в США одинорогами, потому что они очень редкие и очень часто инвесторы думают, что, ну, что можно за них заплатить один миллиард долларов, поэтому они называются одинорогами. Но у них есть много разниц между ними и традиционными СМИ. Во-первых, есть другая культура. Базфит не был создан, чтобы информировать общество. Базфит был создан, потому что был человек. Он учился на MIT. Это такая главная техническая университет в Кембридж, кое Бостона. И он исследовал распространение контента. И он хотел сделать такую компанию, которая будет тестировать его идею, как распространять контент. Это была его идея. Но он начал это делать с развлекательным контентом. Как он искал первых инвесторов, он говорил, что он хочет сделать СМИ для людей, которые ничего не делают на работе. Как они приходят к офису, ничего интересного нет, но могут прийти на такой сайт и посмотреть на снимки кошек или дети или что-то. И так он сделал этот сайт. То культура этой компании будет другая чем, например, не знаю, в Нью-Йорк Таймсе или газеты выборчей. Второе, есть разница в доступе капиталу. Базфит не зарабатывает денег, у него он неприбыльный. Есть много инвесторов, которые думают, что это будущее, поэтому он может делать вести, даже если он не зарабатывает сейчас денег. Много наших издателей не может этого делать и не хочет этого делать. Второе, то у них есть большой фокус на аналитику данных, потому что даже их президент — это ученый по данным. Потому что у них есть фокус, но мы хотим понять, как распространяет контент по соцсетам. Поэтому нам надо думать, ну, какой контент работает лучше, чем другой. Фокусировать на этом контенте — это другой способ работы в редакции. У вас нет вопросов, но что важного случилось сегодня в Беларуси, что надо обществу познакомить. Ты думаешь, нет, думаешь по-другому. Ты думаешь, ну, посмотрим на данные, что люди хотят читать, давай сделаем больше много статей на этом теме. Это другая работа. Ну и даже они не зарабатывают денег на обычной рекламе. Это очень важно, потому что они не могут продавать рекламу на других сайтах. Поэтому для них способ, чтобы зарабатывать, сделать такой контент, который есть рекламой, и распространять тоже этот контент в других сетях. То можно сказать, что их бизнес-модель — это рекламовые агентства. Приходит какой-то там Coca-Cola и говорит, ну, мы хотим компанию. Ну, то сделайте же такую компанию, которая будет распространяться очень быстро по соцсетах. И BuzzFeed будет делать такую компанию для Coca-Cola. Поэтому бизнес-модель — это больше много, как рекламовое агентство, чем обычный издатель. Я бы хотел поговорить с вами об двух газетах, которые выглядят очень похожими, но у них менялся бизнес-модель и у них другая стратегия по соцсетах. Это New York Times и Washington Post. Как мы посмотрим, сколько статей эти газеты распространяют на платформах, вы увидите, что Washington Post распространяет в два раза больше статей, чем New York Times. Как мы смотрим, как они распространяют эти статей, это тоже есть большая разница. Потому что большинство, например, на Фейсбуке, это на Фейсбуке, большинство постов, Washington Post — это будут нативные посты. Что это значит? Что весь статей будет на Фейсбуке, весь видео будет на Фейсбуке. Как мы смотрим на Нью-Йорк Таймса, большинство это будут linkи к сайту Нью-Йорк Таймса. Это значит, что Washington Post хочет, чтобы люди познакомили этот контент в социальных сетях. Нью-Йорк Таймс хочет, чтобы читатели пришли к его сайту. Очень другая стратегия. В чем разница? Первая разница в том, что Нью-Йорк Таймс продает подписку. И это один из главных источников пребыва сегодня этой газеты. Это значит, что они не могут раздавать своего контента бесплатно, конечно. В Washington Post есть подписка, но у них есть новый владелец, это Джефф Безос, который создал Amazon. Вы знаете Amazon, я думаю. Для него важный рост аудитории, а не доход сегодня. Он может ждать на доход, может ждать на прибыль. То что мы увидим, что разница в доступе к капиталу, разница в источниках прибыльов будут, от того будет зависеть стратегия в социальных сетях, не от контента. И мы очень часто, когда анализируем разные бизнес-модели медиальных компаний в мире, мы видим, что раньше большинство газет в мире у них был похожий бизнес-модель. Сегодня мы увидим очень похожие продукты, в которых будет очень разный бизнес-модель. И это такая большая перемена. То как изменились новостные продукты? Первое, что распределенный контент в месте пакетов. Онлайн-издания пытаются отнесли традиционные СМИ распределенным контентом. Это для них способ, чтобы выйти на рынок. Онлайн-издания подчиняются алгоритмам платформ. Это значит, что для BuzzFeed самым главным партнером это будет Facebook. И способ, в котором BuzzFeed работает с Facebookом может быть очень другой, чем компания, такие как Washington Post или New York Times будут делать. Например, я читал годовый рапорт BuzzFeed за 2014 год. BuzzFeed не только зарабатывал на Facebook, он платил Facebook очень много за трафик. Больше чем 1 миллион долларов за месяц платили, чтобы распределенный контент на Facebook. Это значит, что это другой бизнес. Как ты делаешь бизнес с такой платформой? Большинство издателей не хочет платить Facebook, они хотят, чтобы Facebook им платил за этот контент. BuzzFeed работает по-другому. Это другая модель. Это значит, что если ты сделаешь такое онлайн-издание и вся твоя аудитория зависит от этих платформ, ты можешь делать разные вещи, которые традиционные СМИ не хотят делать. Ну и мы видим тоже разные бизнес-модели, издатели, которые определяют продукт и стратегию распределения. Я думал, как могу помочь издателям, чтобы решить, какая должна быть стратегия вашего новостного бренда. Я думаю, что один из способов может быть, чтобы ответить на эти 5 вопросов. Первый вопрос будет, что для вас будет в приоритете? Рост аудитории или доходы и расходы сегодня? Есть много компаний, для которых рост аудитории будет более важным, чем доходы. Например, Russia Today. Al Jazeera, очень похожие СМИ. Для них аудитория – это цель этого бизнеса. Они прибыли сегодня, потому что есть другой цель. Другой вопрос очень связанный. От чего зависит ваша финансовая или бизнес-модель? От… зависит ли она от успехов по онлайне или нет? Есть много компаний, которые зарабатывают деньги из других источников. BBC получает деньги, которые люди платят как налоги. Они могут все распространять по соцсетам и по онлайне, потому что они не зарабатывают денег на рекламе. Есть разные ассоциации non-profit, например, Human Rights Watch, Amnesty International – это большие международные организации, в которых работает много журналистов. Их цель – это чтобы писать об разных проблемах с правами человека, например, в Беларуси. Их цель – это распространять этот контент. Они не зарабатывают денег на рекламе. Есть много компаний таких как Coca-Cola, Heineken, Red Bull – это очень хорошим примером. Это компания, которая не работает обычных рекламных компаний своего продукта. Red Bull – это energy drink. Что они делают? Они создают newsroomы. Они нанимают журналистов. Я не знаю, если вы это знаете, что в Европе самый большой спортивный newsroom – это Red Bull. У них есть 450 журналистов в весь Европе, которые пишут об спорте. Это больше, чем все другие новостные компании в Европе уже. И это частная компания. Они не продают рекламу. Потому что это все, что они делают – это реклама этого бренда. И это значит, что они могут распространять свой контент. Не думают. И они не будут ждать каких-то финансовых успехов с рекламой, например. Третий вопрос. Видите ли вы большие перспективы использования чужих цифровых платформ? Что это значит? Например, новый владелец Washington Post встречал с редактором. Я говорил с этим редактором. Он сказал, что первый разговор был. Я хочу, чтобы вы уже не были только местной газетой в Уашингтоне. Я хочу, чтобы вы были главной газетой мира. Ну, то как может Washington Post получить читатели в весь мире? Ну, платформы – это хорошее место, где можно найти этих людей. На Фейсбуке уже 2 миллиарда людей в весь мире. Это хорошее место, чтобы искать этих людей. Если вы бы хотели построить, например, СМИ для русскоязычных людей, то где вы найдете дешевых читателей? Не знаю, в России, Молдове, Украине и так далее, в Белоруссии. Но вы их найдете в соцсетах. Это будет проще, чем ездить в эти страны и искать этих читателей. Ну, то это такое. Ну, конечно, если вы местным новостным сайтом, не знаю, в Бресте, может быть, что у вас уже есть больше много читателей и пользователей, чем на Фейсбуке с Бреста. То может быть, что для вас это не будет хорошая стратегия, чтобы издавать ваш контент в этих социальных сетях. Вы будете думать по-другому. Может, мне надо приглашать, мне надо использовать Фейсбука только как социальную сеть, только не как СМИ. Я не буду там ничего издавать, никаких статей. Я буду говорить с моими читателями, например. Это будет другая цель вашей работы на Фейсбуке. Конечно, есть тоже вопрос об рисках, но Фейсбук меняет свои алгоритмы. Год назад они что-то меняли несколько раз. Трафик у многих издателей в мире попал 30-40%. И что ты можешь сделать? Ничего. Это значит, что есть большой риск, если ты думаешь, что это главное место для тебя распространения твоего контента, что эти компании могут что-то менять и ты ничего не можешь сделать. Мы говорили об этой газете из Норвегии, в которой был такой проблем, что они цензурировали снимки на их профиле. Но что ты можешь сделать? Они даже не знали, как они могут протестировать, где писать, кому звонить. Ты не знаешь, как звонить там до Фейсбука. Ты звонишь на какую-то инфолинию, ты говоришь с кем-то в Африке, и он говорит, напишите, там есть такие формы на веб-сайте, напишите там и ждайте ответа. Но это самый большой риск. Но если вы ответите на эти вопросы «нет», то у вас будет другой выбор, чем если вы ответите «да». Я вижу три такие общие стратегии. Первая стратегия – это стратегия, в которой ты можешь распространять этот контент везде, потому что ваш цель в том, чтобы… Ваш главный цель – рост аудитории и многоканалное приступствие. Вы хотите быть везде, вы хотите, чтобы все люди знали ваш бренд, и чтобы все люди получали ваши новости. Вы не зарабатываете денег на этом сегодня. Можете ждать или вы можете не зарабатывать денег никогда, потому что это не ваш главный цель, не потому вы это делаете. Вторая компания будет для этих компаний, которые хотят только найти новых пользователей на Facebook или на других социальных сетях. Они будут использовать стратегию, которую я называл «контент-маркетинг». Это значит, что они будут издавать какие-то там посты или свой контент только как рекламу того, что они делают на своих сайтах и в своих приложениях. Это стратегия Нью-Йорк Таймса. Это значит, что я пойду на Facebook, но мой главный цель – это приглашать людей в свое место. Ну и, конечно, есть такая стратегия, как ты не знаешь, что делать. Ты говоришь, что мы сделаем лабораторию, будем тестировать разные вещи. Но и много издателей не знают, что делать. Поэтому они не знают, если они хотят так или по-другому. И поэтому говорят, что мы будем тестировать разные. Ничего плохого в том. Что мы точно знаем? Мы знаем, что соцсети – это сегодня не только канал. Надо об этом думать как воздух. Они есть везде. Все люди там уже есть. Как вы планируете вашу рекламную кампанию. Как вы планируете, как вы будете искать источников информации. Как вы будете общаться с вашими читателями. То надо подумать, что эти люди уже есть на этих социальных сетях. И я думаю, надо этого использовать. Но это не значит, что вы хотите, что вы думаете, что ваше будущее будет только там. Во-вторых, мы уже знаем, что собственные кампании, такие как ваш сайт, ваши приложения будут наиболее ценны, если мы говорим о деньгах. Все издатели, которые пробуют делать разные бизнесы в социальных сетях, видят, что они всегда могут зарабатывать лучше деньги на своих сайтах. Мы тоже знаем, что может быть, что наши сайты и наши приложения в конкуренции с этими большими социальными социальными будут. Это будет очень сложно, чтобы нам очень сложно, чтобы с ними конкурировать. И это значит, что нам надо фокусировать наши сайты и наши приложения на наших самых преданных читателей, на людей, которые уже нас любят, уже нас знают. Это значит, что, например, как вы думаете, какая будет ваша главная страна, для кого есть ваша главная страна, может быть так, что лучше вам думать, наша главная страна, она не будет, мы там не будем приглашать новых читателей, потому что люди уже не приходят на главные страницы сайтов, чтобы искать новости. Если они не любят этого сайта, если они не знают, что там происходит, они будут искать этих новостей в социальных сетях. Но если кто-то вас знает и любит и приходит часто, то надо для него сделать. Это значит, что может быть другой выбор новостей, это значит, что может быть другой дизайн, это значит, что вы будете делать эти приложения и эти сайты более много для ваших преданных читателей, для каких-то других людей. Это самая большая перемена в стратегии редакции. Ну и будете оптимизировать вашу работу в социальных сетях для узнавания бренда и для роста вашей аудитории. Это значит, что вы не хотите общаться на Фейсбуке с вашими проданными читателями. Так будете терять деньги. Вы идете на Фейсбук, чтобы искать новых. Это другая стратегия. Как я делал такое исследование, что издатели делают на Фейсбуке, я нашел, что конечно большинство думает, что самое важное это рост аудитории, это получить трафик. Что я познакомил, что люди не понимают, много издателей не понимают, не используют и коммерс функций Фейсбука. На Фейсбуке есть очень много хороших систем, которые помогают продавать продукты. Если, например, кто хочет продавать подписку, то на Фейсбуке есть самая лучшая Big Data в мире сегодня, чтобы продавать, чтобы продавать продукты. Если я хочу найти людей, которые женщина, которые там 20-22 лет, которые в последнюю неделю была в магазине и искала новую информацию об, не знаю там, каких там играх для детей, то я такого человека могу найти сегодня на Фейсбуке и могу покупать рекламу только для этого человека. И я буду плачать только, если этот человек сделает клик на мой сайт. И подумайте, что это значит для газет, которые продают подписки. Это значит, например, что я могу искать людей, которые ищут новости, и читали новости об Трампе за последнюю неделю, которые живут в этом городе и, например, живут не больше, чем 2 километра от университета. Такие возможности дает Фейсбук, чтобы продавать продукты. И много издательств этого не знают. А ведь какие возможности мы увидим в соцсетях? Видим, что может быть это источник трафика бесплатный, но это снижает дешевый трафик на ваш веб-сайт. Это может быть важно для фирм, которые продают рекламные кампании на своем сайте, и им надо хорошего трафика. Может быть, чтобы сделать такой трафик со своими читателями. Вы можете покупать трафик. И много компаний это делает. Так долго, как вы можете продать рекламу на своем сайте дороже, чем вы покупаете трафик на Фейсбуке, это работает. Второе. Инструменты для интернет-торговли. То есть, если вы хотите продавать продукты, такие как подписки, то это самая хорошая Big Data. Я делал такие проекты в разных издательствах, когда мы делали такое, как я хотел сказать. Мы сравнивали данные из Big Data этого издателя с Big Data на Фейсбуке. Это очень хорошие результаты. Мы получали, например, подписка, в которой lifetime value, это значит, что деньги, которые мы думаем, что получим, это будет, например, 100 долларов. Мы получаем такого клиента за 2 долларов. Можно сказать, самый хороший бизнес. И возможности, что в моделах монетизации рекламы существуют. Рекламы на Фейсбуке, рекламы на Ютубе, но они дают очень смешные результаты. Есть такое исследование в США, что 17 самых ведущих издателей New York Times, CNN, BuzzFeed получило за первые 6 месяцев 2016 года только 8 миллионов долларов от всех соцсетов. Это средний прибыл, который мог получить New York Times за 6 месяцев. Это значит 1 миллион долларов за месяц. Это нет. Это нуль. Будет бюджет New York Times, газеты New York Times, это будет 50 миллионов долларов за месяц. Так как они получили 1 миллион от соцсетов, это ничто, это никакие деньги. Это значит, что там есть какая-то возможность, чтобы зарабатывать на рекламе вместе с Фейсбуком, но они очень плохие для самых больших новостных компаний. И это мы говорим о самых главных компаниях в США, но то, что мы можем зарабатывать в Польше или что можно зарабатывать, например, в Беларуси. Это будут маленькие деньги. Это не значит, что это плохо, но конечно, как ты делаешь, хочешь, чтобы было много источников прибылов, но это не будет ничто, что менять твой бизнес-модель. Как организовать? Как я исследовал эти главные ньюсрумы, я видел, что сейчас это хаос, это бардак. Это значит, что будет команда, которая делает видео для YouTube, команда, которая делает видео на Facebook, команда, которая делает видео на Snapchat. Это время, в котором люди фокусируют, чтобы что-то сделать в этих соцсетах. Придет время, чтобы это оптимизировать, потому что в дальнейшей перспективе это не будет работать, люди будут искать эффективности. Я думаю, что есть такие две перемены. Первая перемена, что раньше в многих издательствах над соцсетами думал только один редактор. Сейчас люди знают, что это лучше, чтобы был человек от бизнеса, который об этом думает. Потому что влияние есть не только на распространение новостей, влияние есть на твой главный бизнес-модель твоего издательства. И поэтому надо, чтобы был человек по маркетинге, который понимает, что происходит с этими соцсетами. Второе, что надо, чтобы был такой человек в компании или в редакции, который будет следить все новости о том, что происходит в этих соцсетах. Потому что их много, много происходит. Чтобы это все получить, чтобы сделать какие-то, чтобы познакомить людей из этих соцсетов, то это много времени. И если вы хотите быть успешными, надо, чтобы был кто-то в компании, кто собирает все эти вещи. Без того, это очень несложно, чтобы понять, что меняет. А меняет очень быстро. Как изменились новостные издания? Мы говорили об первой перемене, как издатели потеряли свои пакеты. Но это пример, что случилось с американскими издателями прессы, когда Крэкслис и Гугл разделили новости от объявлений. Что случилось? Но прибыль с продажи газеты он так и сам. То, что случилось, то прибыль с объявлений пошло вниз. Что происходит сейчас? Ну, сейчас хуже. 70% всех доходов с цифровой рекламы в США в первой половине 2016 года пошло только для двух компаний. Google и Facebook. Это значит, что все другие компании им надо бороться за 30%. Как мы смотрим, что происходит с новыми деньгами на рынке. Новые рекламодатели или новые бюджеты приходят на рынок. 103% взяли эти две компании. Это значит, что они даже собрали деньги другим издателям. Ну и это надо называть… Что это есть? Это есть диаполия на рынке цифровой рекламы. Это меняет много. Например, это что рассказал бывший главный редактор Guardian из Великой Британии, но у них была большая стратегия, чтобы распространять весь мир. Они построили отделы в США, в Австралии и хотели, чтобы стать такой глобальной газетой. И думали, что если они создают такую большую аудиторию, они будут… Это будет такая большая аудитория, что они будут зарабатывать… Что им хватит денег из рекламы. Но Facebook забрал все эти деньги, да. И поэтому Guardian в последнем году начал самые большие… Самые большие смены в редакции. Они увольнили 300 редакторов и других там людей. Ну и мы видим тоже, что… Что меняет, но мы видим такую вторую волну из пада, потому что большинство трафика для издателей уже приходит с Facebook. И как только это случилось в 2015 году, Facebook начал рекламировать instant articles. То идея в том, что как они посмотрели, что так много трафика идет в новостные сайты, ну то почему нам надо этот трафик терять? Приходите, издавайте свои статьи на Facebook, да. Ну это значит, что это такой, ну другая большая перемена нас ждает. Ну и много издателей спрашивает, ну что теперь, если будущее у нашей производственной цепочки? Это интересно. Вы знаете, это как работает издательство. Мы создаем контент, мы агрегируем, редактируем, выпускаем. Мы распределяем наш продукт, нашу газету, продаем рекламы, делаем маркетинг. Так наш читатель получает наш продукт. Ну что сейчас случилось? Но профессионалы и любители создают контент. Все идет через платформы к пользователю. Это может быть будущее производственной цепочки новостных СМИ. Что это значит? Если будущее новости цифровое, то какую роль издатели хотят и могут играть? Создатели, распространители или хотят сделать свои платформы? Какую уникальную ценность добавляют издатели в производственную цепочку цифрового контента? Если мы хотим быть не только создателями контента, то что мы такого делаем лучше, чем Facebook или лучше, чем YouTube? И как построить отношения с главными суперплатформами? Это самая большая тема, над которой сидят издатели и в Европе, и в США, и в других странах мира. Спасибо вам большое. Если есть у вас вопросы и хотите поговорить о некоторых темах, приглашаем. Сейчас, наверное, после того, как мы поблагодарили Гжегоша, мы все немножко… Я лично тоже озадаченная. Давайте, может быть, сейчас перейдем ко второй части дискуссии. Мы можем задать вопросы, которые нас волнуют. Правила дискуссии всегда одинаковые. Пожалуйста, заранее поднимайте руку, чтобы наша команда вас увидела, могла передать вам микрофон, потому что все записывается, вопросы обязательно в микрофон задавайте. Записывается, чтобы потом все смогли посмотреть видео, кто не дошел. Вот. И, пожалуйста, представляйтесь, говорите, из какого вы издания, либо фрилансер, либо студент, это неважно. Скажите, пожалуйста, есть уже сейчас вопросы у нас к Гжегошу? Есть? Здравствуйте. Гжегош, у меня такой вопрос. Возможно, в рамках своего исследования вы с такой темой сталкивались. Насколько в западных медиа, прежде всего в тех, которые вы исследуете, есть практика привлечения журналистов, будь то новые журналисты или, я не знаю, работы со штатными журналистами, с тем, чтобы они приводили аудиторию благодаря своим фейсбукам и своим друзьям и подписчикам. Это вообще распространенная тема? Или тут можно говорить только о том, как сама бизнес-модель работает с фейсбуком? Ну, что важно, в соцсетах каждый есть издатель. Каждый человек, каждый журналист тоже может быть издатель. И это значит, что много журналистов создает больше аудитории даже чем некоторые бренды их издательств. Например, мой коллега в Польше, о котором я буду завтра говорить на нашем мастерклассе, он пишет о банках и финансах. Он создал блога и несколько профилей в соцсетах о персональных финансах. Как получить, не знаю, там долг, какую карту кредитовую покупать, где контор, в каком банке и так далее, и так далее, и так далее. У него сегодня 200 тысяч читателей, которые приходят в каждой неделе на его блог. Сотни тысяч, тысячи людей, которые ищут его, которые читают его профили. Для издательства он был проблемом и шансом. Проблемом, потому что он может зарабатывать деньги без издательства сегодня. Он получает много приглашений на разные конференции, он издает книги, которые продает своим читателям. Вы понимаете, как он сделает книгу и может продать, и у него есть 200 тысяч очень хорошей аудитории, он может им продать свою книгу. И он продает книги, например, 100 тысяч экземпляров своей книги. То это больше много, чем он зарабатывал как журналиста. И поэтому издательство, с которыми я работаю, изменило контракт с этим человеком. Это сегодня контракт как с партнером бизнесовым, чем с сотрудником. И мы видим такие примеры тоже в других странах. Я бы сказал, что не каждый журналист может сделать такую компанию, потому что это значит, что он очень долго работает, он очень быстро работает, у него есть талант, чтобы это сделать. И он понимает, чтобы создать такую аудиторию, это не только хороший контент, это то же время, которое он теряет на общаться, чтобы общаться с этими читателями. И это много времени, которое он отвечает на их вопросы, которое он встречает с ними на hangouts, которые он встречает на каких-то мероприятиях. То это значит, что не каждый журналист хочет этого делать. Но каждый может думать, что он бы хотел. Как начинаешь работать с журналистами, я делал такие работы с журналистами, я знаю, что много рассказывал после двух-трех месяцев. То есть я не хочу этого делать, потому что я хочу жить по-другому. Конечно, ценность такого журналисты есть другая, чем журналисты, у которых нет такой аудитории. Мы знаем такие примеры, как журналисты меняли, например, СМИ и за ними шла их аудитория. В Польше есть такой пример большего журнала, когда главный редактор менял журнал. И его старый журнал потерял 100 тысяч экземпляров за неделю. А другой получил 80 тысяч экземпляров. Можно сказать, что не пошло так, как они планировали, но пошло очень хорошо. Это значит, что для разных людей такая связь с журналистом может быть очень сильная и это может быть очень ценно. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Марина Мацулевич, стартап-клуб «Притяжение». Вопрос, касающийся Гугла, Ютуба и Фейсбука. Как они конкурируют на сегодняшний день Гугл и Фейсбук? Потому что мы видим, что если раньше Фейсбук видео не добавлял, то сейчас загружают видео. Сейчас прямые трансляции можно как с Фейсбука, так и с… Ну и разница только в том, что монетизацию Ютуба может сделать любой человек, а Фейсбук пока любому человеку так зарабатывать не позволяет. То есть вот как они в дальнейшем, исследуете ли вы, как они будут дальше конкурировать и что будет предлагать пользователям? Спасибо. Спасибо. Ну, мы видим… Ну, конечно, у этих двух компаний есть такой самый источник денег. Они зарабатывают деньги на рекламе и поэтому они конкурируют с собой. Это во-первых. Об рекламе. Они хотят зарабатывать на рекламе. Все цифровые компании хотят забрать деньги в телевидение. И поэтому все инвестируют в видео. Не только в Фейсбук, то же в Снапчат, то же Ютуб, то же другие компании. Есть много компаний, которые думают, что они могут создать третью платформу. Например, в США есть компания Verizon, это такая телекоммуникационная компания, которая покупала порталы Yahoo, покупала портал AOL, и они хотят сделать такой третью, чтобы была третья компания, не только Фейсбук и Google, чтобы еще была их. В Европе тоже есть такие издатели, которые думают, что они могут это сделать. Идея в том, что молодые люди не смотрят по телевидению так, как старые. Очень много они смотрят на разных приложениях, не только на мобильке, на лаптопе и так далее. Они смотрят по-другому, не хотят ждать весь неделю на новую часть своего любимого шоу. Они хотят посмотреть, не знаю, десять частей вместе. Есть такое, это называется, binge-watching. И это значит, что, когда выходит новый сезон какого-то сериала, то ты сидишь весь субботу или неделю, или весь ночь и смотришь все. И это значит, что эти люди хотят использовать видеоконтент по-другому. И цифровые компании, онлайн-компании думают, что они могут дать им этот контент и они могут собрать деньги, которые сегодня компании в мире выдают на рекламу по телевидению. И это самая большая часть рекламного рынка в мире. Мы говорим об 500 миллиардов долларов, которые ждут на кого-то, кто хочет это собрать. То можно сказать, что они, конечно, Google и Facebook, у них есть много разниц. Первая разница в том, что Google сделал свой бизнес на интернетовой сети, в которой есть веб-сайт. Facebook – это закрытый, мы говорим, это такой закрытый огород. Они хотят, чтобы все люди приходили в Facebook и чтобы они все делали внутри Facebook. Google сделал бизнес, чтобы люди ходят в Google, чтобы найти, где надо пойти. И это значит, как мы смотрим, как они конкурируют, то Facebook будет говорить, что это лучше будет на Facebook, чтобы была такая унификация всех опытов и пользователей. Это будет удобнее для вас, дорогие пользователи. Это будет дешевлее дорогие издатели и так далее, и так далее. Google говорит по-другому – нет, 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 это лучше, как будут сайты. Те сайты надо менять, чтобы они лучше работали, но это такой хороший распространенный интернет. Это лучше для людей, чем такой монополист Facebook. Конечно, это такая разница в стратегии, но цель один – они хотят собрать деньги из рекламы в телевидении и мы будем видеть больше много таких борьбы между ними по видео. Но что меняется, Facebook рассказал несколько недель назад, что они встречали с издательами в Западной Европе и в США, чтобы поговорить о своих планах. Рассказали, что они начинают продавать рекламы внутри видео, и поэтому им надо дольше видеоклипов. И они хотят, чтобы издатели издавали дольше видеоклипы на Facebook, не такие короткие и не только livestreams, только такие хорошие документальные или развлекательные фильмы. Потому что, если мы хотим подать рекламу после трех минут, то надо, чтобы фильм тоже имел шесть, чтобы у него было шесть минут, потому что никто не будет смотреть этих реклам. И будет такая перемена, которую они уже тестируют, что, как есть приложение Facebook, будет, это тест, я не знаю, какой будет результат, что есть две ленты. Есть лента новостей от твоих друзей и другая лента для видео, которая будет как телевидение, только что ты можешь скролловать телевидение. Это будут разные фильмы, разные программы, и ты будешь это скроллировать. Я это уже видел, потому что они это тестируют на обычных пользователях, например, в Польше. У некоторых людей был апдейт приложения, и у них есть такая лента, а у меня нет. Но это, я думаю, машина выбирала людей, у которых будет такой тест. – Мне бы хотелось ваше мнение услышать. Есть ли вообще вероятность, что в будущем общество, человечество вообще откажется от соцсетей? Если посмотреть на историю, то средства массовой информации испытывали такую трансформацию. Сначала была печать, печать отмерла, пришло радио, радио отмерло, образно говоря. Потом пришло телевидение. И сейчас за всем этим очередь соцсетей. И что будет после? И вообще, есть ли шанс, что они тоже исчезнут? – Пождаем, увидим, да? Так вы говорите. Ждаем, увидим. Что я думаю, что мы видим, что есть проблема с социальными сетями, что человек, что некоторые люди думают, что это плохо, что они не видят. Ты не можешь быть… Ты не знаешь, если ты увидел все важные новости. Например, я так думаю. Как я прихожу на свой Facebook, я этого не знаю, да? И я знаю тоже из разных исследований, что есть такая часть аудитории, которая думает, что это проблема для них, да? И поэтому они, например, хотят платить за, не знаю, «Нью-Йорк Таймс», чтобы получить такой… Чтобы человек знал, что, ну, это все, что важного случилось. Я думаю, что может быть, что будет такая часть аудитории, которая будет использовать другие новостные источники, которые работают по других ценностях. Ценность будет, чтобы ты, например, познакомил не только мнение с людьми, которые думают так, как ты, или тоже, чтобы ты получил мнение людей, которые думают по-другому. Например, в «Гардиане» есть такая рубрика на сайте, где ты можешь почитать мнение людей, которые пишут очень… «Гардианы» — это такая liberalная газета в Лондоне. Но там пишут очень консервативные люди. То люди видят, что это есть проблема, да? Во-первых. Во-вторых, я думаю, что мы видим то, что есть такое исследование в Оксфорде, где спрашивали люди, если они… если… почему… почему они любят искать новости в социальных лентах. И это очень такие сильные мнения. Во-первых. Для людей это не проблема, что это не редакторы выбирают новости, что это компьютеры делают. Почему? Потому что они поняли, что компьютер выбирают на их решениях. И люди веряют в себя больше, чем журналистам. Да? Я больше… я лучше знаю, что я хочу, чем журналисты. И если Фейсбук делает решения, ну, на истории моих решений, то это хорошо для меня. И больше много людей сказало, что это хорошо, что алгоритмы решают чем… чем… что это лучше для них, что алгоритмы решают чем… 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 чем журналисты. То это во-первых. Люди любят. Люди любят тоже персонализацию, да. Это… Ты не хочешь пробовать с другими, да. Поэтому я думаю, что люди, пользователи этого не будут менять. Кто может это менять? Я думаю, что мы видим, что больше много государств и правительств в многих странах мира думают, что… надо что-то… что надо регулировать эти… эти большие компании США. И мы видим, что в Евросоюз начинает больше исследование алгоритмов. Мы знаем, что в Германии… в Германии был такой проект новых законов, по которым Фейсбук бы платил штраф… 500 тысяч евро за каждый фейк-ньюс, которого они быстро не уничтожат, да. Это значит, что люди боятся, что эти социальные сети могут стать… что они меняют… меняют демокрацию… ну… демокрацию в разных странах мира и влияют на политические выборы. Это очень интересная тема, потому что были такие исследования, даже внутренние исследования Фейсбука, что социальные сети могут влиять на людей. Например, несколько лет назад… Фейсбук сделал такой… сделал такой алгоритм, чтобы искать людей, которые думают, если надо им пойти голосовать в выборах… И чтобы делать разные вещи, чтобы они пошли голосовать. И был хороший результат, как этот алгоритм работал. Они это узнали, что эти люди пошли голосовать. Конечно, как они написали об этом алгоритме, много людей подумали, что это очень плохо, потому что это значит, что люди будут манипулированы этими алгоритмами и они не будут знать, что были манипулированы. И если ты можешь сделать, чтобы люди шли голосовать, то что может сделать владелец ВКонтакте, чтобы люди не шли голосовать? Или… ну… понимаешь, но… Фейсбук, можно сказать, это капиталическая компания США. Они хотят только зарабатывать деньги. Что хочет владелец ВКонтакте делать с людьми? В Беларуси, в Украине, в России… Что ты знаешь? Я не знаю. Но если эти данные, которые эти социальные сети создают, есть такие важные, и ты можешь их использовать для влияния на людей, я бы сказал, это самая большая тема. И хорошо, что в многих правительствах люди об этом думают, что надо сделать. Грегош, скажи, пожалуйста, ну вот мы видели не совсем недавно пример, когда не сами владельцы компаний, а посторонние компании использовали алгоритмы Фейсбука, как я понимаю, без его ведома для манипуляции. Я сейчас говорю про Брэкзит, про компанию Трампа… Они использовали все, что происходит из Фейсбука от алгоритмы. Что они делали? Мы знаем, что компании, которые делали кампании перед Брэкзитом и перед выборами в США, они теряли много денег на рекламу на Фейсбуке, которая была очень таргетирована. Это значит, что есть такие технологии, чтобы таргетировать людей очень быстро. Если я знаю, что ты такой человек, для которого важны есть дети и такие традиционные ценности, я могу сделать кампанию только для тебя и могу фокусировать кампанию на тебя. Мы знаем, что они использовали такие методы. Это значит, что они могли делать тысячи разных реклам для разных групп людей и использовали Фейсбука, чтобы представить им такие аргументы, которые будут работать хорошо. Ну, то это, можно сказать, так работает сегодня реклама, но так работает тоже пропаганда. Добрый вечер, Юлиана Корнюшко, редактор белорусского портала Тутбай. Спасибо большое за содержательную лекцию. Хотелось бы вернуться к вопросу о монетизации видео в Фейсбуке. Вот вы упомянули немножко у нас такой вопрос. А может быть, есть уже какие-то такие инсайты по поводу того, как скоро это случится и как Фейсбук собирается монетизировать видео? По принципу Ютуба или там какая-то другая система? Что мы знаем по этих встречах, которые были только неделю назад? И есть, что они хотят, если ты будешь издательством, который там зарегиструется на Фейсбуке как издатель, ты будешь издавать свои видео, если оно будет дольше чем там несколько минут, они не сказали, то будет там реклама, которая называется самидурол, то она будет внутри видео, будет прерывать видео, чтобы представить эту рекламу. И они будут делиться с издательами деньгами, они не сказали, какие проценты будут, не сказали. Я думаю, я понимаю, что они начали тесты таких реклам с некоторыми издательами в США, но это очень, если это будет, если это будет такой большой программ, то я думаю, не раньше чем через 2-3 месяца. И они начнут это делать в США, может быть в Великой Британии, это будет, мы будем ждать на это в других странах. Ну, конечно, начинают на самых больших рынках, где большинство денег, да? Жеку, сейчас вызволите два маленьких вопроса. Когда Вы говорили о стратегиях, Вы сказали, что один из вариантов – это оптимизация каналов для самых преданных читателей, то есть те, которые уже влюбились в Ваши СМИ, Ваши издания. Насколько этот вариант стратегии является устойчивым? По той причине, что оно пройдет 60-70 лет, ну 80, ну 100 лет. И с момента, как уберет последний преданный читатель, умрет и СМИ. И второй вопрос, что касается Instant Articles, вот я сейчас 5 минут листал параллельно, к сожалению, не нашел ни одного, хотя еще месяц назад находил. Но насколько это является большой проблемой? И самое главное, как с этим злом бороться? Давайте начнем с вторым вопросом от Instant Articles. Многие издатели сделали какие-то тесты и увидели, что это не работает хорошо для них, потому что много вещей. Во-первых, если читатель придет на Твой сайт, ты зарабатываешь лучше, чем ты зарабатываешь на рекламе в Instant Articles. Были такие издатели, которые не продают хорошо рекламы по мобиле, на мобильке, и поэтому они думали, что Facebook будет продавать это лучше. Но Facebook не продавал этого так много, как они хотели. И поэтому много издателей в мире, но не могу вам сказать сколько, потому что буду делать такое исследование через месяц. Буду знать, как это менялось. Я был неделю назад в Лондоне на такой большей встрече, а Big Data издатели. И я бы сказал, что все главные компании, например, в Лондоне, у них был Instant Articles, и сегодня уже их не делают. Потому что не видят никакого влияния на их прибыль. Это во-первых. Первый вопрос, что это значит, чтобы фокусировать на данных. Во-первых, много издателей видят, что они уже не массовые медиа. Это не массовые СМИ. Потому что массовые СМИ, то это Facebook, 2 миллиарда людей. Даже если ты большим издателем, у вас 100 миллионов людей, то это значит, что вы не будете зарабатывать на рекламе так, как Facebook. И много вещей. Например, ваш контент не стоит ноль. Facebook не платит за контент. Это значит, что у них есть инвентарь, можно сказать, без границ. It's limitless. Нет limitов, нет границ для этого контента. Для каждого издателя будет такой limit. Даже если ты будешь очень неэтичным издателем. Ты будешь копировать статьи других издателей. Ты будешь делать много плохих вещей. Но это не будет ноль. И поэтому много издательств думает, ну окей, то я уже не массовые СМИ. Я уже нишовые СМИ. То что это значит? Это значит, что мне надо фокусировать не только на росте аудитории, потому что мой прибыл не будет роснуть так быстро, как моя аудитория. Мне надо фокусировать на росте прибылов с людей, которые уже у меня есть. И много издателей, как они смотрят на свои данные об своих пользователях. Что они видят? Они видят, что 20% людей делают 80% их прибылов. Может быть, потому что они читают много статей и поэтому большинство реклам, они сделают вам большинство page views с рекламами. Это значит, что если ты будешь фокусировать на эти 20% твоих пользователей, то ты будешь зарабатывать 80% твоих денег. Это очень простая засада. Это может быть 15, может быть 10, но есть такая золотая засада. 20-80. Второе. Мы увидим то самое с подписками, что сколько пользователей Нью-Йорк Таймса зарегистрировали на подписку? 3%. И эти 3% уже дают больше много денег Нью-Йорк Таймсову, чем 97%, которые не платят и они их только монетизируют по рекламе. Это значит, что мне надо, Нью-Йорк Таймс думает, нам надо фокусировать на потребностях этих 3% людей, нет 97%. 97% то это, можно сказать, мы называем это start of the funnel, да, top of the funnel. Понимаете, да, это будут люди, которые приходят на наш сайт, мы будем их привлекать, чтобы им представить свою ofерту. Но мы зарабатываем деньги down of the funnel, да, bottom of the funnel. Люди, которые платят нам за подписку. Но это только 3%. Хорошо. Если мы сделаем это 5%, то мы будем очень, это будет очень хороший бизнес. Но что это значит для моего сайта, что это значит для моих неуслеттеров, что это значит для моего приложения, то может быть, что для меня будет важнее, чтобы моя главная страница была хороша для моих подписчиков, чем для всех других пользователей. Например, то это значит, что если мои подписчики любят читать, что рай сходить в Беларуси, то у меня будет 10 статей в Беларуси. Даже если никто в это не кликает, как я смотрю на чарт бит, да. Много, как ты ездишь по разных редакциям, в многих редакциях есть такие большие экраны и там есть чарт бит, информация, что люди кликают, да. Но может быть, что это не важно, потому что эти люди не плачут. Надо фокусировать на этих, которые плачут, которые приходят часто, которые читают много статей, потому что какие у вас будет бизнес-модель или реклама, или подписка, ты будешь зарабатывать на этих читателях больше, чем на других. Елена Ягжик, интернет-газета «Солидарность». Вот одна из причин нашего присутствия в интернете и в фейсбуке, в частности, это увеличение аудитории и углубление, ну, расширение трафика, увеличение трафика. И вот у меня такой больше практический вопрос. К примеру, по моим наблюдениям выставляешь какую-то ссылку, она расходится, можно сказать, вирусно, она у всех лидеров мнений, разные статусы к ней пишутся, но в итоге на статистике глобально не сказывается по посещаемости. Почему ли люди не кликают? Вот, ну, это не единичный пример, по моим наблюдениям, в частности. Как вы считаете, жалко клика? Или вообще в чем проблема? Но есть много, может быть, много причин. Первая причина может быть, что людям хватит headline. Я сделал такой эксперимент несколько лет назад, как у нас была как лента новости на главной странице и мы сделали, как это сказать, ну, buttons share, да, такие кнопки, кнопки share на главной странице, не внутри стати, на главной странице. И много людей делилось этими статьями без читания, да, они не читали, они делились. То это значит, что для многих людей это хватит только headline, да. Вторая вещь может быть, что это вопрос, но может быть, что это много зависит, что вы спрашиваете людей. Может быть, что headline, этот текст, не знаю, снимка, она спрашивала людей, чтобы они, например, говорили об этом теме, а не кликали. Вы понимаете? Ну, если может быть так, что он, например, может быть так, что вы продали всю информацию, всю новость в headline, в этой снимке, в этом коротком тексте. И людям хватит, они не хотят больше много деталей, да, и чтобы, например, общаться с другими, чтобы поделиться, чтобы комментировать. Ну, много людей, ну, хотят, у них есть так много мнений, что они могут комментировать без читания, без, ну, они не читают книг, не познакомились с проблемами. И каждый может быть экспертом во всех темах, да. И поэтому это так может работать. Если вы хотите, чтобы они кликали, то я бы сказал, подумайте, почему им надо сделать этот клик. Потому что этот клик, это для них труд, это время, которое они вам дают. Ну, то почему им давать этот труд? Может быть, что есть какие-то вопросы, на которые они бы хотели получить ответ. То может быть, что этот headline, это надо, чтобы это был вопрос. Например, да. Ну, я бы сделал, я бы сделал такую короткую работу с коллегой, например. Подумайте 10 разных headline'ов и сделайте тест. И посмотрите, ну, который будет работал. BuzzFeed, как они делают, у них есть эдиториальная система, да. И они пишут свои статьи, то журналист, журналиста должен написать 20 разных headline'ов. Он не может отдать статьи, как не будет 20 разных headline'ов. Почему? Потому что после этого машина, компьютер будет представлять разным людям эти headline'ы, чтобы решить после 5-10 минут, которые headline работал лучше. Как в Washington Post я встречал за последнюю неделю их главного директора по технологиям, они сделали такую систему, которую они называют, как она называется в касино, это Bandit. One-armed Bandit, да. То это такая машина, как в касино, не? Вы знаете, так, что ты сделаешь так и там получаешь, если ты выиграл или нет. Ну, то они сделали такой, такой, это алгоритм, который назвали One-Handed Bandit. Это гангстер с одной рукой. И что он делает? Есть идея в том, чтобы он получил много разных вариантов headline'а, снимки и других элементов. И машина будет представлять разные версии, разным читателям, чтобы познакомить, что будет работать лучше. Сейчас они сделали что-то другого. Это, можно сказать, такой более современный модул. Более современный модул это Artificial Intelligence. Как это сказать? Искусственный интеллект, который, это тоже алгоритм, который будет писать эти алгоритмы, эти headline'ы за человека. Потому что журналисты не хотели писать много вариантов. И поэтому алгоритм будет писать. И они сделали первые тесты. И что познакомились? То алгоритм не работает хуже, чем редакторы, чтобы написать headline для статьи. Алгоритм читает статью и пишет headline. И это уже работает в Washington Post. Грегор, здравствуйте. Спасибо за отличную лекцию. Я преподаватель Журфака Багу. Александр, меня зовут. Вот вопрос такой. В белорусских редакциях проблема это консервативность руководства. Консервативность. То есть руководители СМИ, им они не старше 40 лет зачастую, да? Они старше 50, либо старше 60 лет. Это люди уже старого поколения, это цифровые эмигранты, да? На ваш взгляд, вот вы имеете большой опыт работы с редакциями. Как убедить руководство редакций, находящиеся в таком возрасте, уже пожилом можно сказать, да? Эти новые технологии внедрять. Пример, наша ведущая газета в стране, всего 2% трафика имеет социальных сетей. Вот, что-то пытаются менять, но не меняется, да? Как убедить консервативные редакции во внедрении того всего, о чем вы рассказали? Спасибо вам. Можно это сделать, но это большие проблемы везде в мире. Это не только в Беларуси, я вам расскажу. И везде есть так, что много лидеров редакции, это будут люди с хорошим и долгим опытом. Главный редактор Washington Post и эта газета, которая делает много очень инновационных вести, это человек, которому больше 60 лет. То это не молодой человек, и я вам расскажу. Он не использует интернетом хорошо. Но он понимает, что это важная часть его работы. И он нанял людей, которые это для него делают. Я думаю, что эта везде есть, это старая правда, что это проще создать что-то новое, чем менять старого. Это во-первых. Что хорошо происходит в США, есть то, что есть много новых компаний, в которых люди пробуют разные вести. Я думаю, что это очень часто есть место, где люди пробуют новых вести. Это в стартапах, это в новых современных компаниях. После этого эти старые компании хотят тоже это сделать. Был такой отчет, который назывался отчет об инновации в Нью-Йорк Таймсе. Его издали, я думаю, это был 2015, может быть, или 2014. Это написали, это был внутренний отчет, написанный журналистами Нью-Йорк Таймса об том, что плохого в Нью-Йорк Таймсе. Очень интересный, вы его найдете по онлайне, очень интересный. И что люди писали? Это были молодые люди внутри Нью-Йорк Таймса, которые работают для Нью-Йорк Таймса, которые пошли к другим компаниям, например, BuzzFeed, Vox и другие такие новые онлайн медиакомпании. И поговорили, как они делают СМИ по-другому. И они создали все эти новые практики, написали такой отчет для Нью-Йорк Таймса, что можно менять. Там было больше обсуждение внутри Нью-Йорк Таймса, если это хорошо или плохо. Мы не BuzzFeed, мы не будем делать снимок кошек и так далее. Но другие говорили, а можно что-то там научиться. Даже поменяли главного редактора в этой газете. Но сегодня я бы не сказал, что Нью-Йорк Таймс сделает так, как BuzzFeed, но много менялось. Потому что они узнали, что есть большая разница в том, как они тоже могли бы использовать эти новые технологии для лучшей работы. То, что это значит? С моего опыта, люди старые в редакциях – это не проблема. Никогда. Это мой опыт. С разных газеты выборчей и с других мест. Это не опыт. Самая большая проблема, как ты делаешь большую перемену, например, workflows в редакции – это средний менеджмент. Это люди между 35-40 лет. Это самая большая проблема. Везде. И, как я говорю с моими друзьями в других странах, это всегда такая самая проблема. Потому что это люди, которые создали, получили что-то, какой там власть в старом системе. И они не хотят пробовать нового системы, потому что они хотят, ну, они работали очень много, чтобы получить то, что они получили. И сейчас они хотят, чтобы прибыли и приходили, да? Да, чтобы, чтобы, ну, использовать этот успех. И эти люди не хотят перемен. Молодые люди хотят перемены, потому что это шанс для них, чтобы роснуть в компании. Старые люди хотят перемены, потому что им все равно, во-первых. Во-вторых, они хотят работать еще дольше. Потому я вам расскажу. Одним из первых журналистов, например, в газете выборчей, который начал писать своего блога и начал писать на фейсбуке, это был человек, которому 86 лет. Это журналист наш, который пишет об церкви. У него не было никаких проблем, потому что он думал, ну, мне надо работу, потом мне надо тоже найти новых читателей, нет проблем, а могу писать на блога, да? То это проблемы с переменами, они очень часто, как люди хотят менять редакцию, то они говорят, ну, нам надо думать об нашем читателье и так далее. Это не работает, потому что проблема не в читателях, нет в мире. Проблема в том, как работает власть внутри редакции. И надо фокусировать на этой проблеме. Как ты сделаешь так эту перемену, что эти люди увидят шанс для себя, чтобы роснуть, то ты можешь сделать такую измену. Люди будут фокусировать на цели. Если они не будут бояться своего места работы, так и так выглядит это с моего опыта. Дорогие коллеги, я только хочу предупредить, что мы уже перебрали время и что у нас осталось, думал, один, но вот просят еще один вопрос. Ну, можно, но это уже будет последний, и на этом мы будем дальше благодарить Джагера. Добрый вечер. Меня зовут Вадим Можейко. Я работаю аналитиком для белорусских think tank'ов и также аналитическим журналистом. И поэтому, в общем, мой вопрос будет напрямую связан именно с аналитикой, лонгридами. Я, в принципе, глядя на другие медиа, представляю примерно, как адаптировать видеоконтент для YouTube, даже для Instagram. Я примерно представляю, как вполне логично адаптируются новости короткие для Twitter. Но, конечно, как адаптировать лонгриды или аналитику к Snapchat'у, я представляю с трудом. И, в принципе, глядя на то, что происходит, понятно, что лонгриды, они остаются каким-то таким немногочисленным нишевым продуктом, но свою нишу все же держат. Как эту нишу эффективно продвигать через соцсети, при этом сохраняя ее преимущество, то есть не превращая лонгрид в что-то короткое, простое и, в общем, сведенное каким-то простым тезисом, не имеющим уже отношения к какой-то аналитике. Спасибо. Это сложный вопрос. Я бы сказал... Если ты используешь новые соцсети, можно сказать, что Snapchat это новая сеть, то можно сказать, что может быть, что у вас есть большая шанс, чтобы получить успех в аудитории, в росте аудитории, чем в старой соцсети, такой как Facebook, потому что на Facebookе бесплатная речь снижает, если ты хочешь получить хорошую аудиторию, надо платить Facebook'у за речь и так далее. В новых сетях, которые растут быстро, это может быть проще, чтобы получить большую аудиторию. Самая проблема с этими разными сетями есть в том, что в каждой сети будут другие люди. Другие люди, что я понимаю, это будет другой профиль пользователя. И люди будут тоже использовать эти сети для других целей. И поэтому, как вы будете создавать, например, видео, то надо подумать, что может быть так, что не можно адаптировать этого самого видео с Facebook'а на Instagram'а и на Snapchat'а, потому что это не будет работать хорошо. Потому что люди используют Facebook'а по-другому, чем они используют Snapchat'а. И это тоже другие люди. И другой цель использования этой сети. То это второе. И третье. То есть, так я бы сказал, что во всех вещах, которые вы делаете в этих сетях, надо думать об том, как можете сделать тесты перед большой инвестицией. Может быть, что, например, аудиторию, которая у вас есть, им будет неинтересно такое видео, которое вы делаете, и вы потеряете деньги, как будете в это инвестировать. Может быть, что для этого типа контента видео не работает. Есть, например, такое исследование Reuters Institute, что люди, как они ищут новости, не хотят смотреть видео. Потому что проще и быстрее посмотреть на текст. И поэтому есть такая проблема для многих новостных сайтов, что их новостные видео не получает, что им не хватает просмотров, чтобы для рекламы, которую они продали. И поэтому много новостных издателей начинают делать, например, развлекательные видео, чтобы эти просмотры сделать. Что это значит? Может быть, что для аудитории этого сайта они не хотят видео, чтобы получить эти новости. Им хватит текст, потому что это быстро, это просто, это меньше, 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 меньше данных на мобильке, да. Это тоже есть такая проблема в многих странах с молодыми людьми, что они, например, не хотят очень часто использовать видео, они хотят использовать видео только на Wi-Fi, не хотят платить за данные, потому что у них маленькие пакеты этих данных, да. И поэтому они, например, будут, они будут хотели, например, слушать музыки, а не будут хотели смотреть на видео, как это будет по данным шло. Ну, то это такое, в чем пункт? В том, что надо сделать тест перед, ты начнешь это делать на большую скале. Делать тесты, попробовать разные форматы, чтобы найти такой, который будет для вас лучше. Есть такая проблема с аналитикой, что нет системов, которые будут представлять данные для всех разных, для всех разных социальных сетей. И социальные сети тоже используют разные стандарты. Например, видео просмотр на Facebook это 3 секунды. Видео просмотр на YouTube это, если я хорошо запомнил, то это будет 30 секунд. То это значит, что, то это значит, что эти самые цифры с двух разных источников будут значить что-то другого, да. И платформы не хотят унификировать, не хотят сделать одной, не хотят сделать такой унификации этих данных, потому что это, это, это способ, в котором они конкурируют с собой, да. Может быть, что рекламодатели это сделают, потому что есть много рекламодателей, которые, больших рекламодателей мира, которые говорят, что если вы хотите деньги с телевидения, вам надо сменить свою аналитику, вам надо допустить другие компании, чтобы они анализировали эти данные, чтобы не было никаких, чтобы никто никого не обманывал. Они хотят тоже, чтобы, они хотят тоже, чтобы были такие стандарты для всей индустрии, да. Что касается лонгридов? Что? Что касается лонгридов? Мы много говорили о лонгридах. О лонгридах? Есть много людей, которые любят читать лонгриды, но это ниша, это хорошая ниша. Это очень часто люди, которые хотят платить за контент. Но это ниша, это ниша людей, которые любят читать, и они хотят читать, и для них текстовые продукты будут аттракционными. Очень долго, я думаю, очень часто в разных странах, не знаю, как в Беларуси, женщины читают больше, чем мужчины. Все, журналы, книги, лонгриды и так далее. Это очень интересная группа, потому что у них другие потребности, чем, например, у мужчин. Даже, я думаю, на Фейсбуке в Беларуси есть большинство женщин. Я думаю, что профиль по гендере, на Фейсбуке в Беларуси, это 56% женщин, 44 мужчин. Очень интересно, потому что значит, что если ты хочешь успеха в аудитории на Фейсбуке, то надо фокусировать, может быть, на женщине с контентом. Ну и последний вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Ангелина. Я лингвист, будущий специалист по связям с общественностью. У меня к вам вопрос по поводу фейковых новостей. Я слышала, что, читала, что Фейсбук собирается запустить службу, которая будет проверять, перепроверять. Они не хотят запустить службы. Они хотят, чтобы, они хотят платить деньги разным асоциациям. И они хотят, чтобы их пользователи помогли им найти эти фейк-нез. И они хотят, чтобы ассоциации нон-профит и издатели помогли им проверять фейк-нез. Они не хотят ничего делать сами. Хорошо. И тогда вот смотрите, у меня такой вопрос, ну, ваше мнение хочу услышать. Если уже появилась фейковая новость, она разлетелась, потом, ну, во-первых, как скоро, может, да, ее могут перепроверить, и как скоро там может появиться опровержение, и какой будет эффект? Вот как вы считаете, будет ли он, то есть, обратная связь, там, процентное соотношение людей, которые посмотрят этот фейк, и люди, которые, ну, да, опровержение увидят? По моему мнению, я думаю, что, я понимаю, почему фейсбук так делает, что они хотят, чтобы это пользователи искали фейковых новостей, чем они. Я думаю, что это плохая стратегия, потому что проблема с фейковыми новостями есть такая, что они растут очень быстро. И может быть, что кто-то проверяет фейковые новости после одного, двух или трех дней, но это не помогает, потому что что-то плохое случилось, это уже случилось. И проверка после трех дней ничего не изменит в этой ситуации. Поэтому я думаю, что для фейсбука лучшая стратегия бы была, когда бы он не искал болезни, только думал, как можно сделать, чтобы здоровые были здоровыми. Если вы знаете, что Washington Post не издает фейковых новостей, то почему не делать этого Washington Postа больше популярного, или чтобы сделать так, чтобы это было очень просто познакомить, что это новость Washington Postа, чтобы этот бренд был видочный, чтобы люди могли просто узнать, если это новость от серьезной медиакомпании, в которой работают журналисты, которые проверяют новости, когда, если ты думаешь, что это фейковый news, то можешь написать там просто информацию, они будут это узнавать. Почему так этого не сделать перед фейковыми новостями в ленте новости, а не так, как они хотят? Они хотят, чтобы все новости фейковые и нефейковые с собой конкурировали, и после этого читатели и издатели будут проверять фейки. Я думаю, что это плохая идея. Но, конечно, они не хотят платить денег, не хотят решать, которые источники информации работают лучше, чем другие. Я думаю, что это плохо. Google это делает. И в Google есть менее таких фейковых скандалей, чем в Facebook. Почему? Например, если ты хочешь быть в Google News, то надо проверять, что ты издатель, что у вас работают журналисты, что они смотрят на твой сайт. Там есть какие-то процессы, чтобы вы могли издавать свои статьи в Google News. Если ты будешь в Google News, твои новости будут выше в результате поиска. Это значит, что Google понимает, что есть разница между разными источниками новостей. Для Facebook этой разницы сегодня нет, и это плохо. Спасибо за хороший вопрос. И на этой ноте мы закончим. Я только понимаю, как небольшой пласт знаний Гжегожа мы сегодня затронули. И в качестве маленькой рекламы хочу сказать, что мы планируем вместе с Гжегожем где-нибудь осенью будет более подробная информация. будет здесь на базе пресс-клуба «Школа цифрового менеджмента». Поэтому просто следите за нашими сообщениями, за нашими анонсами, и тот, кто хочет узнать больше, сможет поучаствовать в более глубокой программе с помощью Гжегожа. Прежде чем мы еще поблагодарим наших героев, еще маленькая минутка рекламы. Когда вы будете выходить, обратите, пожалуйста, внимание на такую совершенно оффлайновую доску вакансий. Редакции наши партнерские, те, которые ищут журналистов, вот сегодня представлены там. Поэтому если вам интересно, если вы ищите работу или наоборот ищите журналиста, то тоже можете обращаться к этой оффлайновой доске вакансий. А сейчас большое спасибо. Спасибо еще раз посудовству Канады, благодаря которому приезд к Гжегожу стал возможен. И огромное спасибо Гжегожу. Завтра те, кто посчастливилось, я считаю, зарегистрироваться на мастер-класс, приходите, будет продолжение. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.